В китайском Харбине организовали фестиваль «Льда и снега». Подробнее в сюжете моих коллег. Фестиваль «Снега и льда» стартовал в китайском городе Харбине 5 января. Это один из самых холодных городов, расположенный на северо-востоке страны. А в этом году тема экспозиции – жемчужина на ледяной и снежной короне. Продолжаться она будет до конца февраля, привлекая китайских и иностранных туристов со всего мира. Посетители приезжают, чтобы посмотреть на скульптуры и покататься на ледяных горках. 22-летняя студентка посещает фестиваль впервые. Говорит в восторге от ночной иллюминации. Мы приехали на фестиваль «Льда и снега» в 4 часа вечера, когда был ещё день и светило солнце. Если сравнивать, то вечером намного красивее. Когда зажигается подсветка, то всё так преображается. Фотографии получаются просто удивительные. Я осмотрела всё. Думаю, что создавать такие скульптуры очень сложно. В день открытия посетители здесь также радуют красочным фейерверком. А это второй день фестиваля. В пятницу здесь состоялась уже ставшая традиционной массовая свадьба. Бросить вызов холоду и морозу решились 18 пар женихов и невест. Всё началось ровно в 9.38 утра, поскольку в Китае считается, что цифра 8 приносит удачу. Организаторы говорят, что ежегодно фестиваль «Снега и льда» посещает несколько миллионов туристов. Начало фестиваля знаменует ещё одно популярное среди туристов мероприятие – заплыв в ледяных водах местной реки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...